Но креста, и живо святых святаго великомученика Фёдора, старцевата его же и храм сей, святаго великомученика и целителя Пантелеимона, его же и памятные не совершают святых праведных Бога Отец, Иоакима и Анны и все цветы, милует и спасет нас, яко благо и человека во имя Отца и Сына и Святого Бога. Братья и сестры, завтра Церковь воспоминает одного из самых удивительных и, можно сказать, ярких святых древней Церкви. Древней, потому что Пантелеимон, святой великомученик Пантелеимон, жил в начале первого тысячелетия нашей эры, он жил конкретно в третьем, ну на рубеже второго и третьего веков, ну можно сказать в середине третьего века, вот так было правильно. И его житие удивительно, потому что он, будучи совсем юным человеком, буквально с 17-18 лет от роду, принимает осознанно, осмысленно, принимает христианство и, обладая даром исцеления, был врачом, он совмещает свои таланты со своей глубокой верой и чистой юношеской душой. Вот сегодня мы живем в том мире, где юношества, молодые люди, как бы не у делу, остаются в современной реальности мира. Так выстроилась система нашей жизни, что молодой человек мало что может значить и мало к чему может быть обязан в мире взрослых, так ведь? А вот святой Пантелеимон самим своим примером показал, что в мире церкви даже отрокам, даже юношей можно значить очень многое, потому что именно в этот период жизни закладывается и формируется чистота нрава, чистота жизни и сама по себе Богом признанная душа человека, она в этот период как бы раскрывается впервые. Ведь кто из себя помнит в те юные годы, когда нам самим было там 14-17 лет? это те моменты жизни, когда все для тебя открывается вновь, когда ты как бы входишь в глубину познания окружающего тебя мира, в глубину отношений, в глубину дружбы, в конце концов в глубину любви. И вот в этот период как никогда, наверное, важно человеку правильно устроить вот это изучение мира, который вокруг нас. Святой Пантелеимон это явил, у него был наставник Ермолай, священник, старец, который помогал ему, подсказывал ему, как верно и как правильно поступать к жизни, как правильно исповедовать Господа, как в Него веровать, как Ему молиться, как Ему каяться. Я это сейчас говорю, потому что большая часть из вас, стоящих в храме, вы являетесь родителями, а кто-то уже даже бабушкой, дедушкой. И нам, дорогие братья и сестры, важно сегодня вот этот момент не такой броский, неприметный, но очень важный принятие в свою жизнь, не думать, что вырастет ребенок, повзрослеет и сам все поймет, и сам рассудит. Нет. Вот Пантелеимон, святой великомученик Пантелеимон, благодаря назиданию, благодаря правильному устроению, укладу его наставника, священника Ермолая, явил в свои юные годы, великую мудрость, чистоту души, талант, исцеление и чудотворение. Мы должны, дорогие мои братья и сестры, использовать вот этот период времени в жизни наших детей, наших внуков и не упустить этот момент. Потому что пока мы думаем, ну он еще маленький, ему с ним еще рано об этом всем говорить, ему еще рано молиться, рано в храм ходить, подрастет, сам начнет. Вот мы можем потерять этот золотой час, этот золотой период, когда ребенок, раскрыв свою душу, свое сердце, свой ум, может не принять в этот важный момент Господа Бога. Поэтому я хочу пожелать, чтобы в память святого великомученика Пантелеймена мы вот с этого ракурса смотрели на него. Он молодой человек, он юноша. Если бы мы жили в то время, или бы он жил в наше время, мы бы сказали, да мальчишка, что ты там в жизни знаешь? Скорее всего к нему в жизни так и относились. Да что ты там понимаешь? А он уже созрел для того, чтобы стать величайшим святым не просто в своей эпохе, а величайшим святым в истории всей нашей Церкви. Помогай нам Господь быть мудрыми наставниками, родителями, быть примером для своих детей, для подрастающего поколения. Потому что и в 17 лет юноша может явить такую высоту, такую зрелость, о которой старики могли бы только помечтать. Я еще раз повторю. Чистота души, талант и благочестие в этот момент жизни могут действительно явить человека как нечто очень, как некий плод, как святой плод. И этот плод будет во благо для всех окружающих людей. Братья и сестры, еще когда мы читали сегодня Евангелие на вечернем богослужении, вы, наверное, слышали, как говорит Господь своим ученикам. Он говорит, что будут предавать вас, будут гнать вас, и братья ваши, и родители, и друзья ваши предадут вас на суд. И далее Христики не умертвят. И далее Господь говорит, что и волос с головой вашей не погибнет. То есть волос с головой вашей не погибнет. Очень странно звучит. Вас будут убивать, но волос на голове вашей не погибнет. Как же так? Если тебя убьют, как можно сказать тут же, что даже волосок с твоей головы не погибнет? И тут, наверное, мне кажется, мы догадываемся, о какой гибели идет речь, да? Что можно прожить долгую, счастливую жизнь и умереть в своей теплой постели в глубокой старости, но погибнуть для Царства Божьего. И так зачастую бывает, что человек прожил вроде как долгую, хорошую, беспечную жизнь, и все у него как бы хорошо, но он погиб. Как погиб, мы скажем. А погиб он для Царства Божьего. А Христос говорит, вас будут убивать за мое имя, но с вашей головы даже волосок не погибнет. Все, что в вашей жизни будет, для Царства Божьего сохранится. Вот каков, как бы, иной смысл этих слов. Почему это важно сегодня, почему Церковь сегодня нам предлагает это евангельское чтение? Мне кажется, что очень просто это понять. Чтобы мы с вами, братья и сестры, все, что в нашей жизни есть, умели посвящать для Божьего Царства. Задачей жизни христианина есть предуготовление себя к Божьему Царству. И если ты в своей жизни занимаешься только вот суетой земною, только о том, что вокруг тебя здесь на земле окружает, думаешь, и все это было посвящено, ты можешь погибнуть. Можешь не войти в Царство Божественной Правды, если живешь только по правде и по законам вот этого земного Царства. Помоги Господи нам и в этом тоже быть мудрыми. Знать, что все, чем мы занимаемся, что мы делаем, едим ли мы, отдыхаем, общаемся ли мы, когда проведываем своих близких. Все, что мы делаем, а особенно молимся ли, ходим ли мы в храм, все это должно быть умращено и посвящено Господу Богу. Апостол Павел об этом очень хорошо говорит, что там, где бы ты ни был призван, трудись как для Господа. Врач ты, строитель, педагог, продавец, пятерочки, ты можешь трудиться как для Господа, а можешь трудиться как для дьявола. Бывает так, что человек зашел в ту же пятерочку, а там на кассе сидит женщина, у которой плохое настроение, а может быть у нее плохое настроение уже несколько лет по жизни. И вот вы идете со своим открытым забралом, вы улыбаетесь, а она как нахамила ни с того ни с сего. Мы вышли, и ваше настроение куда-то ушло. И вам плакать хочется. Вот человек трудится как для дьявола, а Апостол Павел трудится как для Господа. Бывает дворник метет в двор и поздоровался, улыбнулся вот так, что вы идете к этому радуетесь. Правда же? Потому что он трудится как для Господа. Не важно, Павел Апостол говорит, не важно, где бы ты ни был призван, где бы там двор ты метешь, или ты директор фирмы, или еще чем-то занимаешься, трудись как для Господа. Все в нашей жизни должно быть обращено в Божье Царство, потому что мы наследники Божьего Царства. Потому Христос и говорит, что волосок с вашей головы не погибнет, даже если вас будут убивать, потому что все это в Царство Божье вернется и обретется там. Укрепи нас, Господь, взирая на святого великомущеника Пантелеймона, юношу, молодого человека, но зрелого душой своей, святой своей душой. Стараться жить чисто, пребывать в любви. И какие бы испытания в нашей жизни не попадали, как бы не было трудно быть христианином подчас, все в нашей жизни обращать в Божью Правду, в Божье Царство. И тогда ни волосок с нашей головы действительно не погибнет. И все обретется с Богом в Его Божье Царство. Аминь. С праздником вас, братья и сестры. Сигосподи. Завтра литургию у нас. Сигосподи. 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 Сигосподи.